МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Непонятно, иммерсивная ночь в литературном музее. Что же это за слово такое? Такое подозрительное, непонятное слово, иммерсивное. Значит, страшно модное в этом сезоне. Значит, что это такое иммерсивный музей? Это когда мы приходим в музей, мы понимаем, что есть экспозиция, есть выставлены экспонаты, есть этикетаж, и как будто бы все понятно. Мы пользуемся готовым продуктом. Те 10 участников нашей истории, которые попадут в музей, они попадут в пустое, чистое пространство. У них будет тема, тема этнографии севера и фольклора северного. И, в общем, и пустое пространство. Им нужно будет пройти все этапы профессий музейных освоить, для того, чтобы за 4 часа сделать выставку, и в 9 вечера эту выставку открыть. То есть начать с поиска, да, например, потом освидетельствование, или как там у вас называется, расставление в нужных местах, в нужном порядке. А по какому принципу вы эти 10 человек наберете? Как можно стать одним из этих 10, например? Рома, озвучивай эту историю. Ну, любой желающий может стать одним из этих 10 человек. Для этого нужно просто приобрести билет, вот, и, ну, вовремя успеть. И все? То есть было бы желание? Хочется просто, чтобы человек был мотивирован по-настоящему, потому что это 4 часа работы нехилые. Потому что даже для профессионала-музейщика за 4 часа сделать выставку, ну, это практически невозможная история. Это при условии, что он знает фонды. А когда человек не знает ничего, вот мы здесь и принесли несколько предметов, которые, в общем, по-разному. Но кто-то все равно будет их направлять, им помогать. Безусловно, будут с музейными сотрудниками. Они же не просто как котята будут в комнате один из 10 человек. Абсолютно точно. Для нас, в общем, для музейщиков это тоже эксперимент, если не сказать хуже, что это какая-то авантюра настоящая. Потому что мы не знаем, во что это все вылезет. Ольга Петровна, а сколько вообще нужно времени для того, чтобы, ну, как вы говорите, сформировать выставку профессионалу, как вам и вашим коллегам? Если это серьезная выставка, глубокая, содержательная, такая концептуальная, то, в общем, полгода на то, чтобы изучить материал и, в общем, подготовиться. То есть вы гостям даете 4 часа, да? Да. С перерывом на чашечку кофе. И успевайте, как хотите, да? Экспонаты, в общем-то, они же все у вас каким-то 50, каким-то 100 лет, насколько я знаю. В общем, да. Каким-то совсем месяц, например. Давайте пробежимся вот по тому маленькому наличию, который вы сегодня к нам принесли. Что мы имеем, на что можем обратить внимание? То есть есть совсем-совсем музейные экспонаты, да? Вот как, например, пороховница или курительная трубка из мамонтовой кости. Можно? Вот. Есть, например, фотографии, которые, значит, ученый-этнограф и среди остяков, да? То есть фотографии начала 20 века. Есть, например, книжка, которая, ну, с точки зрения просто обывателя, ну, не про что, там, смерть шаманки, 70-е годы же расстрошив. Но дело в том, что в 70-е годы была совершенно кровожадная история, ну, она раньше началась, борьба с шаманизмом. Поэтому этот текст, в общем, он стал, ну, чуть ли не испортил карьеру писателю. У меня только что, чуть сердце не остановилось, я думала, что я ее сломала. Ага, вот, это за что страшно переживают опытные сотрудники музейные, которые говорят, как вы вообще постите людей в фонды, которые начнут... А вдруг, если что-то пойдет не так? Вот почему я и говорю, что это авантюра, ну, по-настоящему. Но я думаю, что все будет хорошо. Не боитесь, что вашу идею потом позаимствуют другие культурные центры? Вот, если честно, мы будем рады, потому что, в общем, люди, понимаете, люди уже устали от какой-то фальшивой игры в участие, в настоящую участию. А здесь будет все по-настоящему, не в поддавке это будет играть, а прямо вот нужно изучить, нужно узнать. В общем, истории наслушаются, эти люди огромное количество от всех. Ну и плюс еще, конечно, помощь. А вы будете продавать билеты именно человеку, который просто захотел, или вы будете сначала узнавать, я не знаю, ну, там, может быть, образование, возраст, что вообще нужно для того, чтобы... Ну, чтобы ему тоже было интересно, потому что, знаете, иногда, покупая билеты, думая, 4 часа сейчас быстро пройдут, и будет интересно, через 30 минут понимая, что ошибся дверью. Это частенько бывает. Нет, мы сразу скажем, что на 4 часа музей будет закрыт. По-настоящему мы... И все, и мы начинаем работать. Мы, конечно, предварительно поговорим с человеком, мы просто определим все, в общем, плюсы, минусы, все бонусы возможные. Чего только не придумывали музейщики в нашем городе, именно по случаю музейной ночи. Это и большие организовывали концерты, да, и в конце концов просто ночью собирали всех тех, кто хочет погрузиться в искусство. Но вот работники литературного музея имени Астафьева решили в этом году сделать такую иммерсивную музейную ночь литературного музея с вашим участием. Что нужно сделать, чтобы стать одним из счастливчиков, одним из десяти? Когда, куда приходить и заранее ли? Лучше заранее приобрести билет. Это можно сделать в группе ВКонтакте у нас, в группе ритературного музея. Либо позвонить по одному из номеров. Номера давайте уже озвучивайте, говорите. Номера 227-48-30. Представляете, те, кто мечтает это сделать, уже просто взяли ручку и ждут. Да, 227-62-02 и 227-48-30. Удачной вам музейной ночи и эксперимента хорошего. Спасибо. Вы приходите к нам в гости. И вы к нам тоже захаживаете. Спасибо.